Привет, друзья! С вами Владимир Чайкин и еще одно видео о интересном снаряжении, которое мы берем с собой в поход. И сегодня у нас вот такая вот вещица. Что же, что же, что же это? А это у нас походный душ. Сейчас мы его подвесим, наполним и посмотрим, как он работает. Поговорим о нем подробнее. Вот так. Ну вот, мы наполнили и подвесили наш душ. Давайте поговорим о нем поподробнее. Что про него можно сказать вообще? Душ называется Кэмп Шауэр. Влезает в него 5 галлонов или по-нашему 20 литров. Весь он такой из себя черный и шершавый. Зачем это нужно? Чтобы он нагревался на солнце. Чтобы он нагревался на солнце. Тут написано, что нагреться он может до 50 градусов Цельсия. То есть, если вы находитесь в какой-то южной стране, прежде чем лить себе на голову воду из этого душа, лучше ее проверить, иначе можно обжечься. Если вы не находитесь в южной стране, а находитесь на севере, то вы можете спокойненько подогреть водичку в котелочке, налить ее в этот душ и смешать ее с холодной, и у вас будет вода от такой температуры, которую вы захотите. То есть, горячую воду он, в принципе, тоже держит нормально. Зачем он нужен? Ну, конечно, он нужен для того, чтобы помыться. В принципе, с этого душа может помыться 2 человека, если наполнить его целиком. Мы так проверяли. Ну, наверное, при меньшем комфорте может помыться и больше. Что можно сказать еще об этом душу? Не очень мне нравится этот шланг, потому что он гнется. И, скажем, если мы открываем, если он у вас лежал в согнутом виде, то вода может париться на этих вот перегибах. Вот. А так, в принципе, очень крутая вещь. Вешается за эту дырку, или если вы не хотите... Тут такая твердая палка, ну, вешенная что-то. Или, если вы не хотите вешать за эту дырку, или хотите повесить его повыше, как-то, докуда вы не можете достать, можно здесь веревочку пропустить и просто подтянуть его на ветку или на какое-то возвышение. Зачем мы еще используем этот душ? Если вам тяжело добраться до воды, вода у вас где-то у подножья горы в каком-то ущелье течет, и вы не можете туда спускаться каждые 5 минут, чтобы помыть руки там или посуду, то вы просто набираете этот душ, кладете себе в рюкзак, поднимаетесь в лагерь и вешаете его на стоянке у себя, там, где вы стоите. И, то есть, вам не надо каждый раз спускаться, вы можете спокойно из этого душа помыть посуду, руки и что-то вам еще нужно помыть. В общем, вот такой вот душ замечательный. Это душ примерно 15-20 евро. Я думаю, в интернете можно купить подешевле. Весит он 500 граммов. Берите, пользуйтесь, как снаряжение для каких-то команд, это идеально вообще подходит. Конечно, на маленькие группы, там, 2-3 человека, такую вещь тащить, наверное, бесполезно. Можно помыться из какого-то котелочка-мисочки с меньшим комфортом, но зато меньший вес тащите. И если вы, скажем, едете на дачу, и на дачу у вас нет душа, то эта вещь тоже отлично вам подойдет. Для каких-то кемпингов, дач, пикников на природе. Не только для походов, то есть такая универсальная вещь. Берите, пользуйтесь, роскошно, можно помыться. Вот. С вами был Владимир Чайкин, наверное, про этот душ мы сказали все. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересных видео. А сейчас мы будем тестировать душ, собственно. Вот так вот этой пимпой поворачиваем. И вода начинает поступать в шланги к этому. И вот надо смотреть, чтобы он тут не был пережат. То есть вы видите. Вот еще водичка. Вот. Можно шикарно помыться. Ну, чтобы помыть мне голову, да? Блин, тут холодная вода, конечно. Ну, ладно, давайте. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, я пойду сушиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok